Здравствуйте! Запкия сервис, топливный цех Александр. Сегодня к нам попали в руки форсунки 710, 33 800, 4 710. Это как раз к насосу, в прошлой серии мы показывали, в прошлом выпуске, 33 100, 4 700. Вот как раз к этому топливному насосу форсунки Евро 5. Стоят на портерах, ну в общем на корейцах, Kia, Hyundai. Вот, в данный момент форсунки льют в обратку, вот обратите внимание, так по отчету. В первую очередь это указывает о том, что пошел износ клапана. Вот у нас тест на утечку, здесь у нас допуск один, вот. А у нас он уже совсем по-другому будет. То есть у нас максимально 65, а здесь уже 102 мл. Хотя, по сути, еще меньше должно быть в обратку слив на тест на утечку. Максималка тоже самая увеличена. В общем, по всем параметрам это все указывает, что у нас вышел из стоя клапан. Переходим к разборке самой поршины. Применяем для этого специально, опять же, приспособление для разборки самих поршинов. Так, вот наш сам клапан, вот сам распылитель, игла распылителя. Так, скорее всего, лилии некачественное топливо. Распылитель, вернее, игла распылителя, она вся черная. Или плохая фильтрация, или же все-таки плохо что-то заливали. То же самое у нас самой форсунки, вот пружинка, да, есть электромагнит. Ну и сам клапан, то же самое. Мазут. Что, разбираем, чистим и меняем новые клапана. Потом смотрим на распылитель. Если все соответствует комбин, распылитель оставляем, клапан обязательно меняется. Так, это и есть. После чистки форсунок, посмотрели по самим распылителям. Иглы у распылителя, в принципе, адекватные, нормальные. Вот так вот. Это вырежешь. Вот. Особо она не изношена. Так, это и есть. В общем, ставим клапана. Желательно ставить оригинальные клапаны, но если нет возможности, но есть. Китайские, корейские, не важно. Самое главное, чтобы они были качественные. Так, страна изготовить их не обязателен. Так, зажимаем его с определенным усилием. Если дать больше усилия, мы можем просто сломать лапом. Вернее, крепление к вот нему. И не меньше будет сливаться все в обратку. Все топливо. КОНЕЦ Так, ну предварительно первая порсунка уже готова. Так, вот наш тест-план прошлой порсунки, да, вот которая вот была до замены клапана, до чистки. Сейчас сделаем тест-план повторно, после замены чистки. Продиагностировал форсунку 710, которую мы перебрали. В общем, посмотрите на результаты, все они в норме, в допуске и тому подобное. Я считаю, хорошо будет работать на автомобиле, и обратка у нас в норме, и подача у нас ни ниже, ни выше. В принципе, где-то посередина. Ну что, приезжайте к нам в запке, сервис Александр Топливец.